Всем привет, дорогие девочки! Мы с вами находимся в магазине декора для дома. И у нас осень, осень, осень. И не только. Как видите, уже Новый год и Рождество вовсю. Я даже удивилась, если честно, не ожидала, что новогоднее украшение, собственно, середина сентября... Нет, конец сентября. Чтобы я уже забыла все-все даты. И посмотрите, что творится. Конец сентября. И уже все-все-все полно рождественских украшений. Но не только. Еще очень много есть осенних украшений. Вот, видите, уже елочки. Давайте быстренько я вам покажу, что у нас уже Рождество везде. Посмотрите, какие елки, присыпанные снежком. Прелестно-прелестно. Очень много всяких елочек, иголочек. И, конечно, это все неожиданно для меня. Я как-то ожидала, что мы еще все-еще находимся в осеннем таком периоде. Но нет, нет, нет. У нас уже... Ну, осень еще, конечно, осени много. Но очень много уже Рождества. Какие прекрасные венки. На входную дверь в доме. Сколько он стоит? 70 долларов стоит вот такой венок. Весь в розовых цветах. Вот этот попроще. Стоит 40. Слушайте, они такие недорогие. Мне почему-то казалось, что они дороже. Я помню, что я как-то смотрела. И мне казалось... Мне казалось, что они прямо такие... Ну, такие денег. Зачем такие деньги? Это какой-то веночек. А вот они совсем не такие уж и страшно дорогие. 40 долларов. Даже этот за 60, это не так уж и много. Вот этот 50, 35. Вот там наверху такой фасон с ленточкой. Ну, в общем, с ленточкой мне не нравится. Как-то она напоминает. Так, ну ладно. Давайте вернемся к осени. Вот она у нас вовсю. Это такие гирлянды. Их вешают на дверь тоже у входа. На них всякие маленькие тыковки. И вообще тема тыков и разных патиссонов. Очень, конечно, в это время популярна. Вон, видите, даже вон тыквы стоят. Тыква вот такая. И здесь, конечно, венки вот эти вот на дверь осенние. Очень красиво. Смотрите, какой с золотом. Осенние цвета. Оранжевый, зеленый. Все, конечно, в этих вот осенних теме тыков. Сколько он стоит? Здесь вообще что цен я не вижу. В отце я вижу 35. Вот этот красивый. Мне интересно, сколько он стоит. Что-то я не вижу ценника на нем. Ну ладно. Вот этот стоит 40. Ну, то есть примерно в районе там 40-50 долларов. Вот этот стоит 25. Вообще дешевый. И вот такие вот очень красивые веночки. Посмотрите, какой интересный. Классный. Ну и вот все вот это. Вот все в тыквах. И в шуточных пугалках. Здесь, конечно... А, это свечка. Это искусственная тыква с искусственными цветами. И это тоже свечка. Это все воск. Она все это сгорит. Это просто искусственная тыква разных вариантов и размеров. Всякие гномики. Вот такие вот мягкие тыковки. В общем, все-все-все. Тоже свеча, кстати. Как она пахнет. Вкусно пахнет. Такой ванильным пирогом. Это очень приятный запах. Всякие мягкие игрушки. Тыква из стекла. Вот тоже свечки осенние. Разные вот такие вот банки, наполненные разными ароматными сухими цветами. В общем, очень красиво. Очень много здесь всегда искусственных цветов в этом магазине. Ну, кто любит, кто не любит. Есть люди, у которых настоящие цветы не живут. Есть очень красивые букеты. Очень натуралистично сделаны. Стоит вот такой, допустим, букет. Стеклянный вазис. 60 долларов. Вот этот подешевле стоит 50. Сильно они подорожали. Ван Орхидеи по 40. Тоже искусственные. Они когда-то стоили у нас просто копейки. Просто реально копейки. Сейчас я смотрю. Мне не надо, потому что я... У меня есть искусственные цветы, потому что у меня не живут настоящие. Вернее, нет. Один вот цветок у меня сегодня очень долго живет. А вообще-то я как бы не особенно с цветами. Но вот они... Я помню, что когда-то там покупала долларов по 15-20. Сейчас я смотрю, они уже по 30, по 40. Вон, посмотрите, какой шикарный, огромный букет. Я не дотянусь вот там его цена. Я не дотянусь, посмотрите, сколько он стоит. Но он просто огромный. И здесь очень много вот такой вот красивой праздничной золотой посуды. Это металл. Столик с тыквой тоже. Декорированный тыквой. Столик за 300 долларов. Это такой сервировочный столик, который ездит. Он на колесиках там внизу. Рядом с ним кресло. И вот такая вот прекрасная золотая посуда. Фарфор из золота. Здесь 10 долларов стоит вот такая вот листочка. В общем, много всего золотого. Это осень. Но и серебряного много. Здесь всегда есть все на любой вкус. Это вещи просто для декора. Декор дома. Они не несут никакой нагрузки. Если вот там посуда, и мы еще, может быть, в нее сходим, то вот эти вещи, это чисто декоративные подсвечники. Какие-то вот кораллы. Вазы. Просто какие-то вот арт-объекты, так скажем. Типа вот такой металлический велосипед. Вот черепаха со звонком, как в этом самом, как в гостинице на ресепшн. Какие-то вот фигурки мраморные, видите. И вазы металлические. В общем, все, 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 что угодно. Вот это такой поднос со стеклянным за 20 долларов. Жирафы, вазы, в общем, машинки какие-то, фарфоры. В общем, много всего. Я всегда в этом магазине просто мне хочется все купить. Мне просто ничего не нужно. У меня весь дом полностью декорированный, обставлен. Когда мы его купили, мы переехали. Я потратила, наверное, несколько месяцев на то, чтобы его украсить. И все. У нас уже нет свободных ни стен, ни полочек, ничего, чтобы что-то покупать. Вот, смотрите, вот это очень неплохие металлические такие панно на стенку. Тоже декорировать стены. По-моему, очень неплохие. 40 долларов стоит вот такая у вас бабочка. И они из всяких вариантов, как вы видите. Есть вот такие с зеркалами. Есть просто металл. Есть металл с какой-то керамикой, в общем. Ну и тут вот продолжение. Это такой коврик на стену. И продолжение. Все, 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 что вам хотелось бы или не хотелось. Все, что можно вообще пожелать и представить, чем можно украсить дом. Казалось бы, здесь есть все. Но я должна вам сказать из своего опыта. Вот когда я декорировала наш дом, который мы переехали, кстати, уже 10 лет назад. По этаже 11 лет назад. Мы жили в маленьком доме, потом мы переехали в большой дом. И я вот, кажется, всего столько, всего столько, чего хочешь, чего душе угодно. А вот когда начинаешь что-то подбирать, то получается, что вот и это не то, и это не все. В общем, я помню, что я тогда всяких вазочек, подносов, картин и всего прочего покупала, сдавала, сдавала, покупала. Покупала каких-то комплектов, подсвечники, приносила их домой. Ставила их вместе, все там на каминную полку. Потом еще что-то покупала, понимала, что это не подходит. Потом сдавала то, что покупала вначале. В общем, это был процесс, несколько месяцев он длился, но благополучно он завершился. И теперь я сюда хожу только посмотреть, как в музее, картины. Ну, кстати, вот это еще тоже продолжение всяких декораций. 13 долларов, вот такой вот узел из стекла. Какие-то камни, 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 глобусы, в общем. Да, да. Ну и картины. Значит, смотрите, вот эти картины, например, вот эта картина стоит 100 долларов, потому что она, это, конечно, не... Это такая полуручная картина. Я так понимаю, что это репродукция, которая сделана как бы мазками, вот нанесены мазками вручную. И здесь есть автор, Аннабелл Холл, девушка, выросшая в Техасе. Но я не думаю, что это полностью ею нарисованная картина, хотя может быть. Вот это такая интересная абстракция. Здесь я явно вижу мазки, то есть я понимаю, что очень может быть. Да, она стоит 180 долларов. Я думаю, что она действительно, так сказать, вручная работа, а не иллюстрация. Ну, репродукцию вернее. Вот здесь много таких вот картин, видите, они вроде бы, вроде бы репродукция, но здесь вот, видите, ручные мазки прямо руками сделаны. Также и это, в общем, это из больших, дорогих картин. Ну, вот это уже понятно, видите, Винсент Ван Гог. Понятно, что это не авторская работа, вернее, авторская Ван Гога, но сейчас как бы это уже репродукция. В общем, картин очень много, всех вариантов, большие, маленькие. Смотрите, какая прикольная. Такие классические. Вот смотрите, видите, здесь написано hand-painted details, то есть детали, выполненные руками, стоит на 50 долларов. То есть ручное рисование, но только детали. А та картина полностью, видимо, репродукция, но какие-то части ее нарисованы руками. Ну, вот такое-то уж бывает. Это не, конечно, вот Ван Гог, пожалуйста, вот подсолнухи. Ну, похожая, во всяком случае. У меня, кстати, пардон, в туалете такая похожая репродукция Ван Гога подсолнухи. В ванной, в ванной комнате, не в туалете. Так, хорошо, картины, значит, я... Здесь можно купить такие. Это понятно, что это картины ненастоящие. Но очень есть неплохие. Вон огромный выбор, их очень много всяких разных. Пойдемте в посуду, входим. Здесь вон целое царство свечек. Вы видите, сколько их много. Любые. Смотрите, как здорово. Это свеча. Называется Roman Candle. Roman, это такой вид... Ой, кому я показываю? Это такой вид еды. Рис. Какие-то, видите, грибы, фасоль, яйцо и что-то морской продукт. Как оно пахнет? Не знаю, никак оно не пахнет. Ну, в общем, они сделали... Стоит она 15 долларов. Они сделали как будто бы свечку в виде вот какого-то блюда. Ну, в общем, здесь, конечно, полно всяких свечей. Больших, маленьких. Но, вот, допустим, такая стоит 25 долларов. Большая свеча. И она называется Sand and Fog. Песок и туман. Ну, пчеловая бахнет, фиг его знает. Давайте понюхаю. Чем-то приятным. Я не знаю, если это можно... О, ну, простите. Это называется Pumpkin and Apple. То есть тыква и яблоко. А это, видимо, название компании. Или название вида этих свечек. Вот, Pumpkin and Apple. Вот тыквой и яблоком она, да, пахнет. Да, да. Вот видите, здесь тоже это название компании. А, нет, здесь Sand and Puse. Это что-то другое. Видимо, какой-то вид свечи. А это Chestnut Sugar. Каштановый сахар. Вкусно пахнет. Вы знаете, они так вкусно пахнут. Вот, видите, здесь тоже Sand and Puse. То есть, как бы, вот это какой-то... Это какой-то подвид, видимо, компания какая-то, которых выпускают. Вот, в общем, их очень много свечей, пахнут они хорошо. С этой стороны все вот такое зеленое. Вот, видите. Короче, если вам нужна свечка, то их есть у нас. Так, идемте посмотрим. Я хочу посуду показать вам. Здесь чашки, очень много людей. Я не хочу там снимать. Ну вот, смотрите. Очень много белой посуды. Чисто белой посуды. На полу что-то даже стоит. Огромнейшее блюдо. Такие блюда у нас используются для индейки на Сэнс Гибен и для Крисмасса. Чтобы собраться на семья и зажаривают огромнейшую индейку. Вот такое блюдо в самый раз. Так, тарелочки здесь. Такие вот под старину. 16,99. Фазаны. Вот здесь очень много вот этой золотой посуды, которая там стояла на витрине. А так, вы знаете, очень много посуды белой. Чисто белой. И вот такая вот керамика. Это керамика, это не фарфор. И написано, что она сделана в Италии. Стоит она 7 долларов. Вот такая вот тамелка. Красивая. Керамическая. И есть они разные. Есть вот такие вот. А это сделано в Турции. Причем ручная работа. И тоже стоит 7 долларов. Ну, красивая, красивая. Ничего не могу сказать. Вот это компания Микаса. Довольно известная компания. Микаса по-испански мой дом означает. Видимо, тоже 7 долларов. Видимо, какое-то отношение оно имеет к испанскому производству. Или мы просто так назвали. Потому что это американская компания, по-моему. И там очень популярны в Америке всякие испанские названия. Потому что очень много испаноговорящих. Вот видите, целая серия этих компаний Микаса. Цветочки, бабочки. Вот такие вот миски за то же. Все они стоят по 7 долларов. Тонкий фарфор очень приятный. Так, здесь у нас тоже белое стекло. Посуда из стекла за 5 долларов. Тарелки. Маленькие, небольшие. И за 6 вот такие вот большие стеклянные. Бокалы. Нет, здесь всякие стеклянные у нас вазы. Стеклянная посуда. Вазы, подсвечники. Какие-то тоже фигурки. Птички, грибочки. В общем, все что угодно. Хрусталя. Лебедь черный. Какой красивый. Вот тоже эти вот украшения. Декор. В общем, стекло. Все возможно. А здесь уже пошли бокалы. Ну, бокалы тоже тут, конечно, всех-всех вариантов. Хотите хрусталь. Хотите вот такой хрусталь. Хотите стекло. Хотите граненые. Это такие вот есть бокалы. Стаканы. Вот это вообще что-то с чем-то, конечно, я не дышу. С жемчугами, вон, белки. Как их мыть? Я не знаю. Люди покупают. Людям нравится. Вот еще рюмки, бокалы. Вот невероятное количество всех видов. Посмотрите, очень тонкое. Вот эти я люблю такие. Очень тонкое стекло. Тонкая ножка. Но для практики я вам хочу сказать, удобнее покупать бокалы без ножки. Знаете, есть такие круглые. Если я его найду, вот такого типа, как бы бокал для вина, но он формы, как будто бы бокал для вина, но у него нет ножки. Его намного удобнее и практичнее мыть. В некоторых ресторанах у нас такие подают. Но эстетически, эстетично для меня больше я люблю вот такие вот с длинной ножкой, высокая, большая, большой бокал. Всех вариантов, размеров для любых напитков. Здесь всякие деревяшки. Всевозможные приспособления из дерева и посуда. Вот какие-то подставки, доски деревянные. В общем, вообще все-все-все. Вот есть много какие-то металлические ведерки для льда. Это для торта, я так понимаю, мраморно. Или для печенья мраморная подставка и стеклянный такой купол. Это подставки для горячего, для чашек, для стаканов. Тяжелые из этого, из камней. Из мрамора и камней. Вот тоже мраморные доски. Это, по-моему, держалки для вина. В общем, здесь много тоже всяких вариантов. Их много. Здесь вот, например, соломенная всякая посуда. Вот подносы. Поднос такой, поднос сякой. Смотрите, красивый, да? Вот это для вина под такие вот кейсы, чтобы хранить вино. И там, с другой стороны, еще было очень много всякой посуды здесь деревянной. Здесь, кстати, еда тоже продается сухая. Всякие макароны, соусы, разные подливы, варенье, в общем, чаи. Здесь все, вон, консервы, огурцы, соленые перцы. Все, что не портится, все, что не требует холодильника, здесь продается. И почему-то интересная разнообразная еда, которую иногда в супере не купишь. А именно вот такая вот, знаете, оригинальная. Ну, вот сколько тут дерева всякого. Все-все-все формы, варианты, подносы, доски. Все, что ваше душе угодно. Любых форм. Какие-то тарелочки. Вот так. Так, еду мы не будем подробно рассматривать. Вы поняли, что здесь есть варенье, печенье. В общем, какие-то приправы. Это с синамон. Ну, корица, по-моему, да? Так, и здесь тоже есть вот кастрюли. Миллион разных, миллион кастрюл. Еще доски. Ну, это вообще у нас таких количеств. Вот, кастрюли. В больших количествах не пойдем в кастрюлю. Там скушаем. Мебеля. Боже, какой комод. Посмотрите, какой комод за 1500 долларов. Вот такой вот огромный. Здесь также есть всякие вот столы. Тоже букет. А вот, пожалуйста, букет. И на нем цена 600 долларов. Огромный букет. В Азе вот такой вот. 600 баксов. Офигеть. В прошлом году они стоили, по-моему, 300. Или год назад. Я тогда возмущалась, как дорого. Или 400. В общем, сейчас он уже стоит 600. Ну, как все. Так, тележка тоже для сервировочной. Серебряная. Вот такая совсем тоненькая стрекоза. За 140 долларов. Дороговато, конечно, для такой малюсенькой тележечки. Здесь всякие вот кресла. 250. Здесь также очень много подушек. Вот, посмотрите. Царство подушек. Всевозможные декоративные подушки для дивана, для кровати. В общем, тоже всех-всех-всех цветов, всех размеров. Ну, вы понимаете, вот здесь только зеленые в этом ряду. Разных оттенков зелени. Все это уже к зиме, поэтому они все вот такие вот мягенькие. Из меха, пуха и так далее. И выбрать тут тоже очень трудно. Вот, смотрите, какая яркая, красивая, вышитая подушка. Вот тоже яркие подушки. В основном они однотонные. Это, по-моему, шторы. Вот, шторы покрывала. Там, в общем, тоже подушки. Ну, целое царство. Здесь подушки. Следующий ряд, это другой цвет. Белые, бежевые, серые. Вот такие вот оттенки. Вы видите, тоже всякие-всякие-всякие. Только выбрать очень трудно. Так, ну, здесь, видите, стоит мебель в центре. Еще один букет. Тоже, наверное, за 600. Тот такой более оранжевый в тонах, а этот бежевый. Да, тоже 599. Красивый букет. Стол со стульями. Большой отдел для ванны. Там еще была постель. Я мимо просто прошла. Полотенце. Тоже всевозможных цветов, оттенков и расцветов. Кстати, не очень дорогие. Полотенце здесь не очень много стоит. Вот, например, полотенце Дона Карен Нью-Йорка. Вы знаете, что все компании, которые делают одежду, очень многие из них делают и, как бы, хоум. Вот, 13 долларов стоит это большое полотенце для, видите, Бафф Ставл. То есть, это для ванны большое полотенце. Очень мягкое, приятное. То есть, вот 13 долларов стоит большое полотенце. Это вообще недорого. Я знаю, что здесь и Хилл Кейгер есть, и Кельвин Кляйн. Все они делают полотенце, и все они делают какие-то товары для дома. Вот здесь серые, здесь потемнее разных расцветок, бордовые. Вот такой вот цвет. Есть в цветочек, есть в клеточку, есть цветные. Есть вот такие вот, кто любит поярче, голубенькие, зелененькие. Сто процентных хлопок. Большое полотенце для ванны. И оно тоже вообще 10 долларов стоит. По-моему, оно поменьше, чем то, что я вам показывала. А может, потому что там эта Дона Карра, она немножко подороже, эти брендовые. А вот эти вот подешевле. Вот есть такие большие. Голубое 13. Ну, видите, это зависит от размера. Я думаю, что это просто поменьше, это побольше. 13, это поменьше стоит 10. А такие для лица, для рук, они вообще стоят там порядка 7-8 долларов. Вот, такого типа небольшие. Да, 7 долларов она стоит. Вот это для рук, для лица. В общем, любых вариантов, размеров. Вот здесь всякие деревянные скамеечки разные для ванны тоже. Разные держалки для бумаги, ведра, в общем, все, что угодно. Мыло. Вот тоже вот продолжение. Это не полотенце, это коврики для ванны. Здесь вот всякие, видите, зеркала, подносы. Это шторы для ванны. Много-много-много здесь всякие, видите, наборы для мыла. Все это довольно недорого стоит. Вот, например, стеклянный такой, ну, для мыла 15 долларов стоит. Стеклянная бутыль. Вот такого есть варианта. Есть стекло с золотом, есть белое, фарфоровое, есть камень, есть, в общем, разноцветное. Короче, в общем, я думаю, что я вас не удивлю, особенно потому, что я думаю, что везде сейчас этого полно добра. Халатик 70 долларов, белый халат для ванны. Ну, вот начинается мебель. Вот это я люблю. Посмотрите, какой диван, кресло, я даже не знаю. Это, в общем-то, кресло вот такое вот огромное. Стоит оно 800 долларов. Здесь, я так понимаю, место, чтобы стаканчик поставить. Здесь можно заряжать телефон. Отлично. Лампы всякие, настольные, люстры, кресло-столик, книжка, декор для дома. Всякие пуфики. Я думаю, что я вам не все еще показала, потому что просто видео будет очень длинное. Вот там ковры, дальше я не буду показывать. Здесь прямо они поставили, видите, диван, столик. На нем какие-то подносы, картина, торшер и вот такая вот ваза с зеленью. Тут же столик рядом. В общем, они пытаются как-то организовывать это пространство, чтобы оно было как-то более или менее похоже на какой-то такой дизайн комнаты. Кожа на диван и кожа на кресло за 999 тысячи долларов. Да, это натуральная кожа за 1000 долларов. Сто процентов хорошие. Видимо, хорошего качества, судя по, насколько я могу понять. И вот там вот кожа на диване. Они, кстати, разные. Может быть, даже из разных наборов, потому что я вижу, что другой цвет, другая отделка. Здесь, видите, прострочена кожа, а там не очень. Всякие комоды. Так, вот этот на распродаже был 1000, сейчас стоит 597. Давайте посмотрим на него спереди, что он из себя представляет. Вот такой вот комод, огромный, длинный. Сделан в стиле таких 50-х, 60-х, mid-century. Вообще очень много такой мебели, видите, такой странной, которая необычная. И при этом она вся разная. То есть тут можно купить набор, но очень редко. Как правило, здесь такие отдельные, отдельные, вот смотрите, как бы комод красивый. Здесь отдельные какие-то, отдельные мебельные, не гарнитуры, а просто вот отдельные. Вот, например, кресло три таких. Я как-то здесь купила себе стулья в свою гостиную. Нашла шесть штук или четыре. Нет, шесть. Шесть нашла одновременно. Было в наборе, я купила. Маленькие картинки здесь какие-то тоже дешевые. Вот, куча всяких стульев. Здесь часы, зеркала. В общем, девушки, я, наверное, закруглюсь, потому что вы, ну, в общем, вы поняли, да, где мы находимся, что это за магазин. Я очень люблю ходить в такие магазины. Мне абсолютно ничего не нужно здесь. Ни мебели, ни декора, ни подушек. Я люблю покупать здесь подарки. Я, например, когда еду к сестре или куда-то идут гости, меня пригласили. И я очень люблю здесь покупать, потому что здесь всегда можно найти что-нибудь интересное. Посуду, бокалы, вазу. Ну, вазу там, ладно, это нужно узнать вкус человека. Вот смотрите, какая. Стекло с золотом. Хотя здесь можно все сдать, поменять, если не нравится. Этот человек может отнести это все назад в магазин. И сдать, получить гифт-карту. Потом купить все, что он хочет на эти деньги. Но поэтому, как бы, ничего страшного, даже если что-то окажется не в тему. Но я стараюсь, конечно, купить что-то, чем человек может пользоваться. Рамочки, например, на фотографии. Тоже всякие-всякие-всякие. Разнообразные всех-всех всевозможных вариантов. Здесь вот всякие корзины вот такие плетеные для всяких целей. В ванну, в кухню, в спальню, в детскую. Вот целый сундук встал. Видите, какой классный. Вот всякие корзины. В общем, классный магазин. Люблю и нежно обожаю. Все, наверное, буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. И увидимся в следующем видео. Всем пока, бай-бай.